Итак, сейчас мы применим с вами лемула ваза для того, чтобы оценить функцию RAMSAVE. А именно, получим ограничение, нижнюю границу для RKK. Напомню вам, RKK это такое число n. Такое, что граф, в котором n вершин при любой раскраске в два цвета содержит или клику размером k одного цвета, и всегда, или клику размером k другого цвета, также всегда, или такую, или такую, всегда содержит одну из этих клик при любой раскраске. Мы с вами эту задачу решали уже два раза. Один раз с помощью простого вероятностного метода, второй раз с помощью метода удаления, метода улучшений. Сейчас мы решим эту задачу с помощью лемула ваза. Забегая вперед, я вам скажу, что мы улучшим оценку, полученную обычным вероятностным методом, всего в два раза. А полученную с помощью метода удаления, всего в корень из двух раз. То есть улучшение не особо большое, всего в два раза, по отношению к обычной вероятностным методу, но тем не менее. Итак, давайте найдем нижнюю границу для RKK, для числа Рамзея, параметром KKK, используя лемула ваза. Итак, что мы сделаем? У нас есть граф на N вершинах. У нас есть полный граф, комплит на N вершинах. Каждое ребро из этого графа мы покрасим в один из двух цветов. С вероятностью одна, вторая. Первый цвет. С вероятностью одна, вторая. Второй цвет. Независимым образом от других ребер. Итак, я повторю. Каждый ребро графа полного на N вершинах независимым образом мы красим в один из двух цветов. Каждый цвет, вероятность одна, вторая. Итак, давайте посмотрим. Плохое событие у нас будет это то, что клика размером K номер 1, или номер 2, или номер 3, или номер 4 монохроматична. Итак, мы обозначим через AI следующее событие клика, полный граф, или клика размером K, то есть не клика, а клика номер I, номер I размером K, монохроматична, одноцветный, монохроматична. Да, это плохое событие у нас будет. Итак, AI это клика номер I размером K, монохроматична. Сколько есть клик? В графе N вершин клик размером K есть K из N. Надо выбрать K вершин, которые войдут в нашу клику. Отлично. Теперь давайте оценим вероятность AI. Клика монохроматична, если в каждой из ее ребер один и тот же цвет. Нет, первое ребро задает цвет, оставшиеся должны быть такого же цвета. Сколько всего ребер? Давайте посмотрим. Ребер есть, каждые две вершины из K дают одно ребро. Значит, надо выбрать два из K. Вот столько есть ребер в нашей клике, но первое ребро, у него цвет уже задан. Поэтому два из K минус один. Это вероятность того, что какая-то клика номер I будет монохроматична. Серебра один тот же цвет. Мы хотим с вами оценить вероятность, что нет монохроматичной клики. То есть того, что произойдет не A1, и не A2, и так далее, не A, сколько всего клик? K, N. Мы хотим оценить эту вероятность и показать, что она больше нуля. И для тех значений, которых она будет больше нуля, соответственно, для них должно быть... Мы сможем сделать вывод о RKK, потому что RKK при любой раскраске дает нам всегда монохроматичную подклику размеров K, или первого, или второго цвета. Это нам поможет уравнение это сделать. Итак, смотрите. Вероятность у нас есть. То, что мы хотим оценить, похоже на то, что формулируется в Лиме Лаваса. Нам осталось оценить D, степень зависимости. Итак, давайте посмотрим. Вот у нас есть одна клика, допустим, и вторая. Когда они зависимы? Две клики будут зависимы... Подумайте сами. Когда у них есть зависимы хотя бы одно ребро? Если у них есть одно ребро, значит у этого ребра есть один цвет общий, который принадлежит и первый, и второй. И в данном случае эти события будут зависимы. Если же у двух клик общих ребер нет, или у них есть только одна общая точка, что это тоже говорит о том, что общих ребер нет, то эти события будут независимы. Соответственно, встает вопрос. А сколько клик зависимы? Сколько AI? Какие AI зависимы? Чему равняется D? Итак, клики зависимы, если у них есть одно ребро общее. Его можно выбрать с помощью два из N способов. Два из K. Выбираем общий для двух клик ребро. После этого оставшиеся точки, ну клики, давайте возьмем какую-то клику, первую, да? Вот она клика первая, размером K. И мы хотим выбрать клику, зависимую с ней. Мы должны выбрать две вершины из K вершин, которые есть в ней. Это нам даст ребро из этой клики. Итак, оставшиеся K минус два вершин можно выбрать из любых N вершин. Из любых N минус тайм или максимум N вершин. Вот таким образом. Итак, D меньше или равно, чем это число. Теперь смотрите, у нас есть D, у нас есть P. Давайте посмотрим, когда P, вот это выражение, будет меньше единицы. Итак, I умножить на одну вторую степени K на K минус один пополам минус один. Умножить на D. Давайте напишем. Все это должно быть меньше единицы. умножить K на K минус один пополам и умножить... Итак, давайте оценим K минус два из N. Это будет примерно равняться N в степени K минус два делить на K факториал. K минус два факториал, K факториал, обозначим это. K факториал по формуле стиллинга примерно равняется K деленное на I. И все это в степени K. И умножить на корень из два пайки. И это должно быть меньше единицы. Окей, смотрите, чтобы понять, когда это меньше единицы, нам достаточно излить корень K степени. Корень K степени из I даст единицу. Здесь K уйдет. Здесь K... И корень K степени из E умножить или даст единицу. Здесь K уйдет, останется N. И здесь K уйдет, останется K делить на I. Итак, мы с вами получим 1 вторая в степени K умножить на 1 деленный на корень из двух. Это вот это минус один умножить на K. Здесь нам даст единицу. Здесь у нас будет умножить на N. И здесь у нас будет, когда мы возьмем корень K от этой степени, K делить на I. И корень K степени из корень 2PK тоже даст единицу. И это должно быть меньше единицы. Итак, когда вот это все меньше единицы, нам не гарантировано, что при любой раскраске есть монохроматический граф размером K одного или второго цвета. Поэтому нам надо, чтобы это неравенство не выполнялось. Итак, когда оно выполняется, когда что происходит? Давайте посмотрим. Когда N меньше, чем 2 в степени K умножить на K деленное на I. Проверьте. Корень из двух я потерял. Соответственно, когда N такое, то есть вероятность, что у нас мы получим раскраску. То есть мы не есть вероятность, что мы можем построить такую раскраску, при которой в графе не будет монохроматического подграфа размеров K. Соответственно, отсюда мы делаем вывод, что RK и K должно быть больше, чем это число. Больше, чем 2K в степени K умножить на корень из двух умножить на K деленное на I. Итак, друзья, мы улучшили с вами оценку в два раза. Оценку, полученную с помощью обычного вероятностного метода и в корень из двух с помощью оценки, полученную с помощью метода улучшения, исправления. Не похвесть какой результат, но тем не менее, небольшое улучшение, но есть. Итак, обращаюсь с вами до следующей части урока. Всего хорошего.